как только мы видим что очень низко заложились ветки мы можем все-таки нам надо было косить потом неудобно будет при домашнем использовании нам надо чтобы первый ярус примерно вот здесь заложился мы и оставляем смело все это убираем не надо дерево нарастет еще приветствую всех любителей винограда а также своих подписчиков меня зовут юрий стражев и канал виноград вечный друзья сегодня ролик будет немножко на другую тему так как у меня в гостях два очень хороших знаменитых можно сказать и замечательных друзья друзья мои это алексей первой который приехал ко мне из пинска и сергей торгонский который приехал самохвалычев можно сказать с ответным визитом помните я недавно выбрасывал ролик про его сад чудесный как там все красиво растет и плодоносит а тема сегодняшнего ролика будет друзья это бреско яблонь у меня еще такого сада большого нету несколько растет яблонь это тоже мне передал сергей торгонский так что посмотрим супер класс по обрезке яблонь еще раз здрасте поэтому есть у юры необходимость уже если он виноград знает как культуру от и до то в саде он только дело первые шаги в этом мы ему поможем и сегодня начнем с первой операции в саду это обрезки поэтому вперед получиться обрезки так вот этого яблоньку друзья я посадил в прошлом году вот она прижилась и сейчас все рожа покажет как образовать да всем еще раз здравствуйте вначале очень важно определиться какую формировку мы будем делать у яблони последние годы и я считаю что это один из самых таких правильных типов обрезки который позволяет убрать разные проблемы в последующем этой загущение периодичность и удобство обработки это формировка яблони по типу вертина у это это основная принцип этой обрезки мы оставляем центральный проводник он явно выраженный центральный проводник формирует формируем первый ярус скелетных ветвей последующем все ветви в кроне на центральном проводнике мы держим меня с периодичностью 3-4 года то есть три года у нас от полуносила ветка мы и убираем на омоложение то есть на на замену и потом эта ветка уже дает нам урожай вот когда мы подходим к саженцу это саженец двухлетка то есть мы прошлом году он посадил позапрошлом было срезано вот где-то на высоте 80 90 сантиметров на этом уровне начался формироваться дальше центральный проводник заложились первый ярус заложился и мы с этого начинаем дальше работу но сами обратите внимание что яблоня это живой организм он растет так как ему хочется либо так как позволяет ему условия поэтому вот это дерево заложила сразу видно что два конкурента два центральных проводника нам нужно сейчас это решить проблему выбираем который более-менее подходит по по оси то есть один центральный вот этот у нас отсюда как бы лишний мы можем срезать его полностью на кольцо либо оставить грубо говоря две-три почки чтобы посмотреть что из этого образуется потому что если мы на кольцо срежем полностью кольцо затянется и здесь ничего не будет но если мы срежем на несколько почек скажем на две почки здесь может быть плодовое образование вот такого типа либо вот такого коротенькая вырастет это будет плодушка на которой на следующий год образуется урожай яблок если же все-таки пойдет еще раз большой сильный побег мы его еще раз на следующий год можем укоротить будь можно резать до тех пор пока мы не достигнем вот такого плодовое образование либо если он все-таки быстрее вы потом выражен на кольцо все центральным проводником мы разобрались длинный центральный проводник нас который остается можем сделать прищипывание для того чтобы спровоцировать здесь рост нам нужно чтобы яблоня по максимуму заложила веток плодовых образований не длинных конечно же рост будет продолжаться и на том месте где мы срезали будет провоцироваться основной рост и пойдут несколько два-три побега продолжение один пойдет как центральный проводник следующем мы будем формировать боковые ветки поэтому мы смотрим либо почку какую нам нужно сторону чтобы дерево росло в то вставляем либо на ту сторону либо на эту сторону либо можно и так еще чуть ниже потому что заложатся ветки ниже все центральным проводником мы разобрались ветки первого порядка первого яруса при формировании яблони по типу вертина вот этот первый ярус скелетных основных ветвей он остается на всю жизнь у дерева поэтому очень важно не загустить оставить нужно количество остается здесь просто я бы не может сказать идеально сама пустила 4 ветки в идеале остается 34 больше нет больше не нужно не стоит ведь у нас тут 4 и они идеально растут на во все стороны света просто идеально мы их можем оставить таком состоянии единственное что обратите внимание на эту ветку она растет более под прямым углом то есть если мы ее не сопочиним она практически по росту догоняет центральный проводник и питание будет получать первое это ветка и может так произойти что она начнет расти сильнее а это становится в росте поэтому мы не должны этого допустить мы сделаем так она сильная ветка самая толстая среди этих мы можем срезать вот так то есть либо сопочинить чтобы немножко снизить эту ветку но она все равно будет расти сильнее чем эти и забирать на себя побольше питания и но но и видите тут острый угол мы можем немножко надломать эту ветку она конечно зарастет ну и примет более горизонтальное положение можем отогнуть эту ветку какой-нибудь грузик принципе самый такой простой наверное правильный метод это будет отогнуть либо грузик повесить либо проволоку намотать и согнуть в идеале было бы чтобы она росла так вот можно еще один есть способ срезать примерно от сантиметров 10-15 мы срезаем и она в этом году пустит еще одну более такую ветку более пологую поэтому я юрию дам рекомендации все-таки чтобы он ее немножко отогнул и также делаем с остальными ветками мы прищипываем немного верхушки чтобы спровоцировать здесь во-первых рост дальше и спровоцировать боковое как бы ветвление вот таких плодовых образований чтобы на следующий год уже закладывался урожай в этом году заложатся плодовые почки а урожай будет на этих ветках уже на следующий год в этом году юра попробует яблоки уже вот на этих плодовых образованиях вот на концу такие толстенькие почки большие это плодовая почка здесь на концу плодовая почка здесь на конце плодовая почка здесь остальные будет листики поэтому с этого дерева юра уже попробует урожай в этом году хорошо вот вкратце первый год 1 обрезка очень важно не пропустить формировку самого молодого идем более взрослым деревьям вот мы подошли к дереву так по по состоянию это 4 где-то год ему этому дереву но обратите внимание тут опять же ошибка была сделана первые годы как я объяснял на то острый острый угол отхождения первой ветки первого яруса надо было юры ее отклонить либо обрезать чтобы она росла более более параллельной земле поэтому можно исправить сейчас что-то сумму сейчас уже в принципе мы исправлять слишком уже не исправим либо срезать ветку растить новую либо уже ее оставить так как есть в чем это может привести потом каким последствиям при нагрузке большой вот этой ветки она может сломаться очень острый угол поэтому она может не выдержать нагрузки урожая и сломаться мы оставим так как дальше что можно посмотреть если мы формируем дерево по по типу вертина нам очень важно чтобы центральный проводник рос перпендикулярно то есть земле стоит какую-то опору и привязывать к этому здесь свободно растущий саженец его как хочет так ветер наклоняет либо она сама растет но все равно пытается дерево занять ось свою вот как только мы видим что наше дерево или так случается что наше дерево отклоняется центральной оси без опоры то рост постепенно замедляется потом прекращается поэтому это очень важно чтобы если мы хотим выгнать дерево определенной высоты примерно 3-3 с половиной метра нам первые годы жизни обязательно ставить какую-то опору чтобы центральный проводник не отклонялся от этой центральной оси все понятно смотрим дальше что мы хотим дальше здесь как я и говорил первый ярус мы оставляем на всю жизнь и смотрим сразу как подходим к дереву самой толстой ветки у нас одна толстая ветка вторая толстая ветка ну вы более высшая у нас они потоньше и как я говорил что ветка живет в кроне деревья кроме первого яруса 3-4 года грубо говоря она будет полоносить вам и последующим но яблоки уже будет закладываться более мелкие будет мельчать будет наблюдаться периодичность поэтому для того чтобы сделать обновление ветки нам хоть эта сторона будет и относительно лысой после срезки но тем не менее мы дадим свет но здесь видите должно по идее быть какое-то плодовое образование здесь образовался такой промежуток без плодовых прутиков без плодовых образований но тем не менее это прежде всего из-за того что может свет не падал сюда либо юра по своей неопытности да вижу по обрезал здесь некоторые плодовые образования но они тут должны были быть вот для того чтобы мы сделали спровоцировали рост и вырастили новую ветку нам нужно обрезать старую где-то на длину 5 5-6 сантиметров можно сделать вот так немного срезаем его на косую либо можем еще более косую средств сделать для того чтобы а ветка пошла не сверху а нам надо чтобы ветка пошла расти снизу и тогда она будет расти не в ту сторону не вверх а расти параллельно и она будет сразу нас закладывать цветочной почки даже если здесь будет расти побег спровоцироваться сюда мы его будем обрезать чтобы достичь добиться плодовых образований понятно то же самое делаем и с этой веткой вот мы брали две основных ветки будем ждать когда заместятся новыми а остальное яблоня принципе у нас относительно неплохо растет вот опять же пытаются расти конкуренты при обрезке запомните такую очень важную деталь что желательно когда вы режете сад срезать однолетнюю древесину чаще всего мы работаем с однолетним приростом вот 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 эта веточка выросла у нас за один год эта веточка у нас выросла за один год вот это нас веточка выросла за один год и мы стараемся резать только их как только мы будем резать двухлетнюю либо более старую древесину она у нас спровоцирует рост волчковых побегов либо спровоцирует нежелательные нежелательные побеги которые будут только загущать но никак не давать плоды поэтому смотрим однолетний прирост этот так как центральный проводник начал отклоняться постепенно дерево то чувствует она сразу же дает рост побег замещения чтобы этот был более прямой этот постепенно будет за останавливаться поэтому мы не хотим этого допустить срезаем подбег на несколько почек и здесь будет формироваться вот такой нам надо сформировать более плодовую древесину то же самое дело делаем с этим либо еще короче сделаем нам нужно чтобы выросли коротенькие ветки где-то на длину секатора и заплодушились то есть заложились плодовые почки если мы хотим отправить направление на какую сторону нам надо чтобы росла яблони эти коротенькие ветки примерно с размером секатор они растут параллельно земле поэтому они будут в этом году заплодушиваться в следующем году будут уносить поэтому мы их так и оставляем опять же смотрим более длинные мы укорачиваем однолетний прирост здесь это будет плодовая в этом году и здесь будут заплодушиться на следующий год либо уже она плодоносить то это яблоня точнее это ветка в этом году мы срежем следующем году на такой сучок чтобы омолодить ветку вот эту старую ветку смотрите она должна будет быть у нас более параллельно земле и опять же стараться чтобы ветка та же скелетная ветка имела одну ось грубо говоря мы проецируем если у нас яблоня типу по типу вертина мы формируем один центральный центральный ствол и отходят однолетние ветки здесь тоже самое представим что это яблоня и здесь тоже не должно быть сила толстых веток как только у нас ветка сила толстая мы ее срезаем вот если мы ставим сильно видите у нас была очень сильно разветвленная ветка здесь когда будет вегетация солнце будет освещать вот это все солнце будет затеняться вот эти плодовые образования будут получать мало света потому что вот здесь большой большой как говорится зеленая масса большая зеленая масса и тень будет падать на этой и здесь качество плодов будет хуже чем наверху мы не должны этого допустить видите сколько плодовых образований у нас очень много поэтому здесь потенциально заложен урожай если мы не дадим света они будут отставать в росте поэтому мы вот это все ветки второго порядка однолетний прирост по максимуму срезаем видите у нас практически можно сказать хоть и голый ствол остался но зато мы освободили дали свет всем плодовым образованиям и получится урожай более хорошего качества то же самое мы делаем с этой веткой она как бы ветвистая мы выделяем как бы центральную ось этой ветки если длинная ветка срезаем длинная опять мы оставляем однолетний прирост примерно на длину секатора сантиметров 20-30 две ветки если идет более сильная мы ее срезаем сильнее чтобы рост остановить а более слабую ветку мы оставляем примерно на 20-30 сантиметров вот примерно все ветка первого яруса она сформирована ну то же самое делаем с этой видите в прошлом году вот эта ветка должна была срезаться так так она была максимум такого расстояния никого не затеняла Юра ее оставил ну мы сейчас наверное это будем и исправлять пускай растет новая ветка закладывается новое плодовое образование вот в принципе ветки первого яруса тоже обрезаны плодовые опять же мы их укорачиваем оставляем ну одну более длинную она тут никому не мешает никого не затеняет в принципе мы что можно было сделать с этой яблоней сделали сформировали то есть исправили ее под вертину поэтому пускай этот год растет нарастает новая ветки мы ее подправим еще в следующем году идем дальше каждый сорт каждый сорт каждое дерево это индивидуальное оно пытается расти так как как ему хочется как ему видится но нам садоводом нужно расти так как садоводом так как нужно нам для урожая поэтому опять же выделяем первый ярус характер роста у этой яблони немного другой все ветки питаются перпендикулярно земле заложить свои ветки поэтому надо юре будет сделать привязывание можно здесь завязать шпагат и привязать к стволу к земле могу либо забить колышки да вот но нам такая ветка не нужна длинная мы ее примерно чтобы она не мешала ей косить и все мы ее примерно на таком уровне сделаем каротин ну и юра отогнет ее то же самое здесь юра отогнет это будет центральная эти мы соподчиним чтобы они нам не мешали а ветвились давали плодовое образование раз два три четыре здесь получается у нас пять поэтому мы смотрим какую мы удалим мы удалим вот эту так как вот эта самая толстая ветка и она уже идет загущает либо уже пошли ветвление второго третьего порядка мы ее срежем на ветку замещения либо будем добиваться чтобы перевести эту ветку толстую в плодовое образование какое-нибудь что выросла примерно сантиметров десять-двадцать и остановилась тогда она будет плодовая следующая ветка опять же не даем вот этим длинным однолетним приростом расти пускай они заплодушиваются будут короткие вот это будет ветка продолжения вот на таком примерно расстоянии мы ее срезаем это ветка третья и вот четвертая четыре ветки во все стороны мы оставили ее отогнет они примерно будут так расти опять же смотрим очень много веток очень много сразу заложились поэтому мы опять же их прореживаем раз убрать два убрать видите в этом направлении растет одна две три четыре ветки много одну убрали немного разреженное сделали в принципе однолетний прирост должен оставаться примерно на 20-30 сантиметров секатор приложили примерно отщелкнули здесь растет очень прямой угол она сломается опять не даем ему расти это относительно короткая чаще всего на конце плодовой почка пускай она будет длиннее она она потом станет под весом яблони яблоко немножко оттянется ну и эта ветка тоже может Юра ее отогнуть ну может не отгинать потом мы ее все равно через три года вырежем и формируем центральный проводник одна вторая третья все центральный один остался пускай он остается дальше будет веткой продолжение если мы не хотим если Юра не хочет чтобы они растет сильно можно укоротить центральный проводник вот было кучерявое стало красивое подстриженное спасибо тебе Сергей за твой супер класс обрезку действительно виноградовстве если я еще разбираюсь в обрезке то яблони для меня еще так сказать туговато будем обмениться опытом ты мне виноград а тебе яблони все идем дальше вот смотри как только мы видим что очень низко заложились ветки мы можем все таки нам надо было косить потом неудобно будет при домашнем использовании нам надо чтобы первый ярус примерно вот здесь заложился мы ее оставляем смело все это убираем нам оно не надо дерево нарастет еще будем формировать 80 сантиметров земли да будем формировать вот этот ярус вот первый у нас эту можно ставить она будет плодовая здесь плодушки оставили здесь отогнешь этот отогнешь этот отогнешь все это будет центральный проводник все понятно да все удобно потом будет ухаживать за ней потому что если там оставил бы то потом яблоки на земле будут валяться то же самое здесь вторая верхушка начинала расти мы ее останавливаем либо пустим ветку сюда третью это будет первый ярус нам не хватает ветки в этом в этой стороне в этой стороне что делать у нас заложилось эти самые плодовые уже с почечкой поэтому но нам надо здесь ветка скелетная есть такой если мы его сейчас оставим здесь будет яблочко и этот плодовое образование остановится и будет плодовым мы можем просто-напросто убрать плодовую и здесь провоцируется рост чтобы вырастет ветка в этом году спасибо что Сережа спасибо спасибо тебе за обрезку показал я надеюсь что мои подписчики тоже это оценят потому что если кто-то выращивает виноград то я думаю яблоко или там игрушка у каждого растет спасибо тебе за то что ты показал на обрезку что приехал ко мне в гости пожалуйста и друзья я этот ролик в интернет выложу и это еще не все мы еще поедем Алексей и Сергей поедем к нашему общему другу Виктору у него там сад заложенный на 250 яблонь и будем там тоже делать обрезку там уже взрослые деревья и тоже если кому интересно в следующем серии так сказать можете тоже посмотреть как проводится будет как Сергей будет проводить обрезку взрослых яблонь тогда едем в большой сад ясно тоже есть ясно это а ясно она